Роман Жюля Верна «Париж в 20 веке» был написан то ли в 1863, то ли в 1864 году. Точно неизвестно. И сперва его отказывались печатать. Потому как всё, что писатель описывал в своей книге, казалось чересчур нереалистичным. Книга вышла лишь в 1994 году. А то, что издатель назвал нереалистичным, была несколько печальной историей о том, как живётся в мире, в котором техника победила красоту, не оставив ничего от эстетики. К счастью, эстетика в мире осталась. А во Франции и Париже. И подавно. Не просто так Эйфелева башня стала символом страны и её столицы, самой посещаемой достопримечательностью – собор Парижской Богоматери. А в самом городе так часто снимают фильмы и рекламу, что ежедневно здесь проходят 10 и более съёмок. А что ещё есть интересного – в самом романтичном городе мира. О чём знает даже не каждый француз. Эйфелеву башню должны были снести спустя 20 лет после её постройки. Главный символ Франции должен был быть уничтожен в 1909 году. Таким было условие её размещения в городе. Предполагалось, что за этот срок её построение окупится благодаря туристам. Но позже оказалось, что башня прекрасно подходит для того, чтобы разместить на ней радиопередатчики. Поэтому было решено её оставить. А также в 1980 году шли разговоры о том, чтобы перенести башню в Канаду, в Монреаль. Но проект так и остался на бумаге. Сейчас туристы съезжаются со всего света, чтобы посмотреть на башню. Но когда она только строилась, вокруг Густава Эйфеля то и дело вспыхивали скандалы. Противники строительства даже создали свой совет «Комитет 300», в который входили писатель Гиде Мапасан и композитор Шаль Гуно. Участники комитета создали петицию, призывающую запретить нелепую и чудовищную дымовую трубу над Парижем. Стать французским символом башне также помог поэт Гийом Аполлинер, который во время Первой мировой войны создал каллиграмму, представляющую собой силуэт Эйфелевой башни. Может показаться удивительным, но Эйфелева башня не была самой посещаемой достопримечательностью. До пожара Нутердам де Пари обладала земстатусом. В Париж ежегодно приезжало около 13 миллионов человек или 30 тысяч посетителей в день, чтобы увидеть местный католический храм. Мировые эксперты считают собор Парижской Богоматери одним из лучших образцов французской готической архитектуры. В США в штате Индиана есть даже университет со школой архитектуры, который также называется Нутердам в честь французской достопримечательности. Фотографии и видео университета вы можете посмотреть на сайте www.smaps.ru. Ссылочку найдете в описании. Под собором находится храм Зевса, а точнее древний галоримский город, который назывался Лютеция. Во времена раскопок были обнаружены куски скульптуры Зевса, а в 60-е и 70-е годы были найдены более древние руины, что подтвердило предположение. Это не единственное, что связывает Нутердам и классическую древнюю архитектуру. Его пропорции соответствуют золотому сечению, представляющие собой совершенные пропорции в архитектуре и искусстве. Древние греки были первыми, кто построил храм в соответствии с законами золотого сечения. Это был храм Парфенон. Если Нутердам был самой посещаемой исторической достопримечательностью, то самым популярным современным местом в Париже среди туристов является Диснейленд. Ежегодно парк развлечений, открытый почти 30 лет назад, посещает около 11 миллионов человек. Причем популярен он не только в Париже, но и во всей Европе. Посещаемости Диснейленд опережают такие достопримечательности, как Лувр или Колизей. Сам же он является четвертым в мире по величине. Немногие знают, но на территории развлекательного парка есть не только аттракционы. Здесь есть и поле для гольфа, а также большое количество отелей и ресторанов. И он единственный в мире из Диснейлендов, где продаются не только безалкогольные напитки. Самый посещаемый аттракцион на территории – Пираты Карибского моря. Ежегодно его посещают 6,5 миллионов человек. Есть и тематический ресторан Captain Jack's – ресторан пиратов. А если вы планируете посетить парк в будущем, в июле 2035-го, то сможете стать свидетелем церемонии открытия секретной капсулы. Мероприятие планируется на площади замка спящей красавицы в честь 80-летия самого первого Диснейленда в мире. В Париже больше всего библиотек, чем где-либо еще. Если быть точнее, то их тут около 830, что позволяет Парижу стать лидером в данной области во всем мире. Старейшая библиотека Франции – библиотека Мазарини – также расположена в Париже. Первоначально это была личная книжная коллекция маргинала Мазарини. После его смерти библиотека перешла к колледжу четырех наций. В период французской революции коллекция пополнилась еще, несмотря на то, что уже тогда насчитывала около 60 тысяч томов – книгами, которые были конфискованы и у дворянства, и церкви. Тогда же библиотека и стала публичной. В ее коллекции есть одна из библей Гутенберга, которую также называют Библией Мазарини. На Елисейских полях расположена самая дорогая недвижимость в Европе. Елисейские поля – это небольшой лес с маленькими цветущими лужками, с рассеянными в разных местах хижинками, из которых в одной вы найдете кофейный дом, в другой – лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изныренные шестидневной работой, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили. Так об этом парижском месте написал Николай Карамзин в письмах русского путешественника. Название Елисейские поля получили от греческой мифологии, и представляют они собой поля блаженных в загромном мире, куда попадает любимый герой богов. Считается, что на Елисейских полях всегда весна, нет болезней и страданий. В мире улицы занимают пятое место по стоимости недвижимости. Хозяева магазинов могут платить от 10 тысяч евро за аренду квадратного метра, но считается, что ни один магазин, расположенный в этой местности, не остается незамеченным, а потому такая оплата того стоит. Самое дорогое здание на Елисейских полях было куплено за 613 миллионов евро. Выкупила его компания Nike с целью расположения здания европейской и французской штаб-квартиры. Таким образом, данная сумма превысила сумму в 600 миллионов евро, которую отдала компания Apple на той же улице. Продолжение следует...